Сегодня я хочу записать сегодня такой видеообзор на приложение Mini Radio Player. Это приложение находится в категории музыка и видео, топ бесплатных магазина для Windows 8.1 профессионал. Вот, так что нажимаем на него, открываем. Что мы видим? Видим вот такие вот скриншоты, кнопка установить, описание на английском. Оценка 4.3 неплохо, потому что 49 оценок. Кому-то нравится, кому-то не нравится, постоянно вылетает. Вот, и дальше идет тоже описание на английском, показаны языки. Русский якобы тоже есть, но насколько я пытаюсь, например, вникнуть в приложение, найти настройки и поменять язык, у меня не получается. Если даже и указан русский язык, то почему-то его нет. К сожалению, вот похожие приложения и приложения от этого автора. Вот, нажимаем кнопочку установить, устанавливаем наше приложение и будем смотреть, почему именно Mini Radio Player называется. Например, для меня было бы очень удобно, если бы плеер, вот, именно какой-то там радио плеер был на экране, как-то там, вот, например, сбоку, в этой зоне, да, то есть было бы удобно клацать радиостанции, а не заходить в отдельную программу, из программы в программу и вот так вот, короче, целое окно занимать. Установилось приложение, нажимаю на него, открываю, будем смотреть, что же оно нам предлагает. Вот, видим мы всякие разные станции наши, да, хотелось бы что-то выбрать, что-то выбрать, играет, играет, играет. Что мы здесь видим? Это вот украинские имена радиостанции, есть ещё Африка, Азия, короче, да, прикольно, конечно, потому что есть разные страны, кто хочет, что-то выбирать. В Германию выберем, посмотрим, что же они слушают. Ванлифт. О, что-то на немецком вообще не понятно. Вот, а я говорю, что на немецком не понятно. Вот, в принципе, круто сделано приложение, можно поставить на паузу вот так вот, можно выключить звук, вообще отрегулировать его, то есть как хочешь, так и регулируй. Теперь, хотелось бы всё-таки разобраться, как же поменять язык, мне нужен русский, я не могу понять, вот мини-радио, я не могу понять, что такое Африка на английских буквах, да, то есть я хочу найти настройки, настройки на первый взгляд они не видны, мне кажется, их просто нету. Вот, домашние. Sports, Vox, Information, Index, Украина, Украина, то есть не выбирается украинский язык. Ну, не украинский, не русский, мне кажется, разработчики забыли об этом. Вот, можно так же, видите, покажу ещё раз. Нет, я хочу теперь плюсик нажать. Поиск есть, кстати, вот оно. Теперь хочу плюсик, да, нажать. Нет, Украина, Украина, Украина. Вот, смотрите, вот так вот выглядят станции, именно вот большой список их. Здесь они есть, топ-радио, то есть это там самые главные, да, самые прослушиваемые. Есть какие-то, ну, какие-то, как вам сказать, по областям розетта, рассортированные, то есть есть вот Днепропетровск, Харьков, Харьков, Хмельницкий, Киев и тому подобное. Вот видите, то есть Тернополь, Сокол, вот, то есть в таком формате. В принципе, вот так вот выглядит приложение мини-радиоплеер. Музыку слушать можно, радиостанции находит, и вот, например, сейчас Индию хочу попробовать, что же у них там играет. Вот, радиостанции работают, всё ловит, вот. О, прикольно, кстати, играет. На паузу. Радиостанции работает, всё ловит, отлично играет, так что вдруг, я не знаю, вам там, ну, нужно там для изучения языка там слушать, прослушивать всякие тексты. Зачем слушать тексты? Включайте радио, там же есть всякие информационные передачи, вот. Это очень полезная штука, и вообще, не знаю, радио, это всегда будет очень круто и очень прикольно, потому что не нужно скачивать. Включил KISS FM и ты просто наслаждаешься музыкой, вот и всё. Так что ставьте пальчик вверх, пожалуйста, подписывайтесь на наши обновления. До свидания, всего доброго, и будет ещё много чего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok